Я воспринял обращение как попытку оправдаться Зеленского и попытку максимально активизировать, гальванизировать тот свой, так сказать, свою харизму или тот его шарм, которые помогли ему в свое время победить на выборах и получить очень хорошие результаты на парламентских выборах. То есть он все те ресурсы, которые у него были, они девальвировали многократно за это время, но он их попытался бросить в бой и опять показать себя людям с той стороны, которая тогда оказалась выигрышной. То есть мы увидели с его стороны массу оправданий, часто очень таких странных, даже иногда жалких, скажем, честно. В частности, когда он сказал о том, что маски, которые разворовали при нем, я напомню, было разворовано около 196 миллионов масок. Это колоссальное количество. Почему колоссальное? Потому что я помню, что в те времена выступал именно в те дни, выступал президент Франции Макрон и рассказывал о том, как в один день он привез 200 тысяч масок, потом через неделю миллион масок. И он о вот этих 200 тысячах всего-навсего масок, или там о миллионе даже, он французским гражданам обращался как огромное достижение с его стороны. То есть у нас пропало 196 миллионов масок с государственного резерва. И Зеленский, что он сказал сейчас? Ему крыть нечем. Вот он сказал, что эти маски закупались уже давным-давно, в 2007 году, и уже их срок годности мало истек. То есть вот такая довольно жалкая отмазка прозвучала. Мне кажется, что это очень неискренне. Это попытка фактически выгородить тех преступников, которые совершили это разбазаривание. Такой ключевой момент для Украины. Когда для врачей, для тех, кто сидел там, принимал за столиками, для каких-то полицейских, для людей, которые встречали на границе, для таможенников, для них в ключевой момент не оказалось этих масок. И возможно, вот интенсивность распространения вируса, вполне возможно, она в значительной степени связана в том числе и с этим фактом. То есть мы не воспользовались тем, что Украина фактически является страной, которая вырабатывает реальный продукт. У нас не финансовая, не такая большая финансовая система. То есть у нас нет такого количества огромного вот этих людских связей, которые, как, например, в Британии, в Соединенных Штатах, в Иоанн-Конге или еще где-нибудь. То есть у нас преимущественно страна вырабатывает реальный продукт, зерно и металл. И поэтому вот эти коммуникации, они на порядок ниже и на порядок менее интенсивны. Ну да, зарубичаны, какое-то количество их ездило, но их не такое огромное количество, как... Ну просто для иллюстрации, там, я не знаю, Париж посещает регулярно каждый год больше людей, чем всю Украину. И в разы больше. То есть это во многих странах. И вот мы не использовали этого. То есть это было фактически наше конкурентное преимущество, которое было абсолютно переведено в ничто. И я думаю, что вот это воровство масок, неподготовленность карантина, неподготовленность инструкций, то, что просто людей элементарно, скажем так, не только не убедили, но и не запугали. Потому что их нужно было запугать вначале очень огромными драконовскими штрафами, чтобы сидели дома, а не вылазили по две недели, те, которые приехали из-за границы. Вот. И, ну скажем, то, что власть оказалась настолько без... Ну как это по-русски? Беспорадно. То есть она оказалась не способна применять какие-то адекватные решения. И сейчас мы слышали оправдание от Зеленского. Ну да, в чем-то его вот эти заявления не имеют отношения к реальности. Действительно, у нас на первом этапе, благодаря удаленности Украины от этих центров мировых, финансовых различных, у нас действительно шло поступательное нарастание количества заболевших. Но сейчас оно уже взрывное. И результат вполне возможен, что это именно то, что у нас были куршевельские туристы, что у нас были московские попы, которые позаражали практически все монастыри, а оттуда массу мирят, особенно в Киеве, особенно в Тернопольской области, ну и в других областях. И сейчас мы видим, что наоборот Зеленский вот этого московских попов награждает, и его заместитель офиса президента, даже Диаком там где-то работает у митрополитанов, и хвалили их. То есть представьте себе, они демонстративно нарушают карантин, возражали практически все киевские монастыри чуть ли не по 100%. Ну потому что в Киево-Печерской лавре практически все переболели. Там около 200 заражений было. И в других монастырях аналогичная ситуация. И после этого они выходят, получают вместо нагоняя, вместо какой-то приведения к закону, потому что в Китае за такое бы они сидели долго в тюрьме. Просто долго сидели бы в тюрьме. Очень долго. Возможно до конца жизни. А у нас это они молодцы, давайте их похвалим. Давайте им орден выпишем. И такие действия власти, они прикрываются просто словесным потоком. То есть власть не способна действовать конструктивно и эффективно, и все это прикрывается просто словесным потоком. Поэтому, ну это оправдательная речь была. То есть это речь в свое оправдание. С одной стороны, ясно, что Зеленский понимает, что у него какие-то ресурсы очень большие были. Вот он пытается их бросить в бой. Но с другой стороны, это свидетельствует о том, что он перешел к оправдыванию. Что он понимает, что ситуация сейчас уже совсем другая, чем была раньше. То есть полтора года у нас потеря. Будем говорить это откровенно. То есть потерянная, ну вот в смысле земельная реформа. Она половинчатая. Зеленский про нее говорил, как бы, про большое достижение. Да. Но в то же время он сам цитировал главу земагентства о том, что 5 миллионов гектаров просто украдены у страны. И они неизвестно где сейчас. То есть это во времена Януковича и после. То есть действий с его стороны нет. Более того, я думаю, что если он вернет эти хитары, то скорее всего они опять коррупционно разъедутся по другим карманам. Ну так как это было, когда Коломойский возвращал вот в этих энергетических компаниях центрально-украинских. Перевешивал свои собственные долги на государстве. Ну так как было в свое время и в Укрнафте, которое типа государственное предприятие реально руководилось Коломойским и во многих других компаниях. Вот. Поэтому мы увидели человека оправдывающегося и человека пытающегося, ну скажем так, убедить население, чтобы ему в очередной раз поверили. Ну посмотрим, как это получится.